Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию мы представляем опыт отдела социально-культурной деятельности в использовании цифровых технологий в досуговой деятельности в дистанционном формате. Ни для кого не секрет, что пандемия внесла свои коррективы в жизни многих людей, а особенно в образовательный процесс. Однако на любое испытание можно посмотреть с двух сторон – как на трудность, опасность, либо как на возможность. И отвечая вызову современности, было принято решение в пользу поиска возможностей. Самое первое, чем мы руководствовались в процессе поиска наиболее эффективных форм, ведение досуговой деятельности в дистанционном режиме – это не перегружать детей в сложный и адаптивный для них период, а развить в них творческую активность и познавательный интерес к тем мероприятиям, в которых им предстояло поучаствовать. Второе, мы должны были четко понимать интересы современного ребенка и как использовать цифровые технологии в дистанционном режиме для достижения педагогических целей и задач, которые мы используем в каждом мероприятии. Важно было поддержать наших учащихся и создать для них онлайн-среду интеллектуально развивающего онлайн-досуга. С темой использования цифровых технологий в организации мероприятий российского движения школьников для вас выступят Москова Анна Вадимовна, Соешникова Ксения Александровна и Овчинникова Виктория Валерьевна. Вы узнаете, как можно провести целую школу актива российского движения школьников, которая включает в себя онлайн-мастер-классы, прямые эфиры со специалистами и активистами. Познакомитесь, как сделать информацию для учащихся в социальных сетях максимально интересной и доступной. Научитесь создавать прямые эфиры на ютубе, а также как делать познавательные игры и викторины на онлайн-сервисах. Здравствуйте! В своем выступлении мы хотим поделиться опытом использования цифровых технологий при проведении мероприятий российского движения школьников на примере районного мероприятия школы актива РДШ старше и младше и на примере районного слета добровольцев. В рамках деятельности российского движения школьников мы проводим мероприятия для привлечения новых участников к деятельности российского движения школьников с целью обмена опытом работы первичных отделений РДШ на базах образовательных учреждений, с целью поддержки детских социальных инициатив. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мы проводили школу актива РДШ старшим-младшим в онлайн формате. Школа актива РДШ – это традиционное мероприятие в сентябре-октябре для новых участников движения. В этом году перед нами встала сложная задача. При отсутствии непосредственного контакта с участниками мероприятия также интересно рассказать им про деятельность РДШ и замотивировать их на активную работу. Хотелось не просто провести отдельные мастер-классы, а выстроить мероприятие в систему, чтобы сформировать у ребят желание участвовать в жизни РДШ, показать возможности, которые дает российское движение школьников. И, конечно же, хотелось, чтобы ребята пообщались друг с другом и закрепили полученные знания. С учетом вышесказанного была составлена программа мероприятия «Школа актива РДШ». Программа мероприятия была размещена в социальной сети ВКонтакте в группе РДШ Выборгский район. Сделать визуально привлекательную картинку нам позволил онлайн-сервис «Конва». Участники районного актива засняли видеоролики для первого дня «Школы актива РДШ». В мотивационном видео ребята отвечали на вопрос «Что для меня РДШ и что дает мне РДШ?». Также мы с районным активом РДШ сняли мастер-классы «Делай как я, делай лучше». Ребята рассказали, как написать хороший пост в социальных сетях, как сделать хорошую фотографию, поделились секретами ораторского мастерства и особенностями деятельности вожатого, а также рассказали, как создать свой логотип и выиграть любые дебаты. По итогам мастер-классов авторами были разработаны чек-листы, в которых содержались советы, рекомендации по освоению и отработке навыков. Все это размещалось в социальной сети ВКонтакте. Вечером ребятам был предложен онлайн-квест «Мир РДШ» в социальной сети ВКонтакте, созданный через приложение «Чат-бот». Участники квеста проходили задания и одновременно знакомились с деятельностью местного отделения РДШ на базе Дворца детско-юношеского творчества Выборгского района. Во второй день прошел прямой эфир с районным координатором РДШ Выборгского района, который был организован через прямой эфир в социальной сети ВКонтакте. Таким образом, все участники сообщества получили уведомления и могли принять участие в этой встрече. В тот же день в социальной сети ВКонтакте в группе РДШ Выборгский район была представлена презентация по направлениям и проектам РДШ в 2020-2021 учебном году. Ребята смогли подробнее познакомиться с каждым проектом и под направлениями деятельности РДШ. Чтобы замотивировать ребят на знакомство с презентацией и о проектах, в постах и в прямом эфире проговаривалось, что эти знания помогут ребятам пройти интерактивную игру «Всероссийские проекты и конкурсы», которая была создана в сервисе «Тестпад». В последний день мероприятия «Школа актива РДШ» ребята приняли участие в прямом эфире с лидерами РДШ и выпускниками прошлых лет. Интервью с лидерами РДШ Выборгского района проходило через зум-конференцию. Прямой эфир также был выложен в группе РДШ Выборгский район. В заключительной части мероприятия была представлена рубрика «Вспомнить все», в которой ребята, участники РДШ Выборгского района, публиковали свои воспоминания из жизни в РДШ. С помощью постов в социальной сети ВКонтакте ребята делились своими воспоминаниями. Получилась очень интересная подборка событий и воспоминаний. Вся программа мероприятий «Школа актива РДШ» завершилась творческим вечером в зум-конференции, где участники вечера пели песни под гитару и общались. Данное мероприятие получило большое количество положительных отзывов, помогло ребятам сплотиться, несмотря на дистанционное обучение. Такой формат проведения мероприятий показал свою эффективность. Поэтому после завершения ограничений, связанных с пандемией, мы планируем сохранить этот формат проведения в дополнение к очной форме. Слёт добровольцев Выборгского района также проходил в онлайн-формате. Одной из частей программы мероприятия была работа интерактивных площадок в группе «ДШ Выборгский район» в социальной сети ВКонтакте, на которой ребята смогли познакомиться с направлениями волонтерской деятельности и закрепить свои знания в процессе активностей, которые подготовили и представили ребята из штаба «Гражданская активность». В формате серии постов интерактивных игр на платформах Learning Apps и TestPad и тесты ВКонтакте были предложены ребятам. Также на онлайн-конференции представители от школьных добровольческих отрядов рассказали о своих проектах и обменялись опытом в проведении добровольческих акций. Перейдём к тому, как проходили районные игры и конкурсы российского движения школьников для образовательных учреждений. Для этого нам понадобится видеохостинг YouTube и Google Форма. Этапы разработки игры или конкурса. Первый этап – разработка положения, где прописывается механика игры, возраст учащихся и тематика игры. Обязательно указываем в положении, что ссылки будут высланы на почту. Создание вопросов и презентации для игры. Запись вопросов на видео и создание Google Формы для каждого ответа. Загружаем видео на YouTube канал и настраиваем премьеру на определенное время, отмечая, чтобы доступ был только по ссылке. Делаем рассылку писем в день игры с ссылкой на трансляцию и ссылкой на заполнение Google Форма. Таким образом прошли районные осенние и зимние игры школьной ученической бренд-ассоциации «Шуба», районная краеведческая игра «Животные в памятниках и скульптуре в убранстве Санкт-Петербурга» и «Помнит город спасенный». Все участники остались довольны проведенными играми. В дни единых действий к праздникам активисты российского движения школьников Уборгского района разрабатывают викторины на онлайн-сервисах и размещают их в социальной сети ВКонтакте. Викторины носят образовательный и развлекательный характер и в игровой форме ребятам открываются новые знания из области экологии, литературы, истории, краеведения, родного языка и даже основы проектной деятельности. И сейчас мы с вами рассмотрим онлайн-сервисы и их потенциал. Первый сервис Learning Apps. Перед вами викторины, сделанные ребятами в рамках книжного калейдоскопа в Международный день дарения книг. Они раскрывают различные миры книг. Learning Apps имеет огромную коллекцию готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам, а также есть возможность создать свои интерактивные упражнения. Для того, чтобы создать свое упражнение, заходим в раздел «Новые упражнения» и выбираем тип. Это может быть классификация, сопоставление пары, хронологический порядок. Нажимаем «Создать подобное упражнение». Второй часто используемый сервис – это приложение тестов в социальной сети ВКонтакте. Перед вами примеры тестов «Ленинские места в Санкт-Петербурге» и интересные факты о фонтане Самсон. Для этого вам необходимо через управление сообществом в разделе «Приложения» установить тесты. Данное приложение имеет возможность давать задания только на выбор правильных ответов. Также приложение предоставляет статистику ответов, количество и процент ошибок по каждому вопросу. Кроссворды можно создавать не только в приложении Learning Apps, о котором мы уже говорили, но и с помощью фабрики кроссвордов. Имеется здесь огромная база готовых интерактивных кроссвордов, и можно создать свой кроссворд. А также можно создавать викторины с помощью онлайн-тестпада, о котором мы уже говорили. Здесь также имеется огромная коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам, а также есть возможность создать свое. Можно использовать как средство оценивания. Программа сможет выставить отметку, показать количество правильных и неправильных ответов, распределить места, если ваша викторина предполагает конкурсный характер. Весь интерфейс на русском языке. Перед вами пример виртуальной прогулки по Эрмитажу. Для того, чтобы создать свое упражнение, нужно пройти регистрацию и начать создавать образовательные тесты, наполняя их различными вопросами. Все разработанные тесты будут храниться у вас в личном кабинете. Применение разнообразных онлайн-форм, сервисов позволяет привлечь к мероприятиям больше участников, ведь они могут подключаться к ним из разных точек, не только познакомить их с деятельностью российского движения школьников, но и мотивировать их на дальнейшую работу. Позволяет им попробовать себя в различных ролях и применять свои умения и навыки в цифровых технологиях на практике. О разнообразии форм цифровых технологий в досуговой деятельности вам расскажут педагоги-организаторы отдела социально-культурной деятельности Опарина Надежда Александровна, Себастьянова Ксения Васильевна, Ивлев Антон Юрьевич и Бревнов Никита Сергеевич. Начнем с самой удобной и, на первый взгляд, простой формы, которая проявила свою актуальность в периоде дистанционного обучения — это Google Form. Благодаря возможности создания анкет-тестов опросников в Google Аккаунте нашим отделам было создано более 20 онлайн-векторин различной направленности с охватом более 4000 участников. С помощью Google Form можно не только проверить знания детей по правилам дорожного движения, но и кунуться в мир сказки, техники, науки и других тем. А если добавить к интересному вопросу яркую картинку, то ваша викторина превратится не просто в проверку знаний, а в увлекательную и интересную игру, в которую вы можете окунуться всей семьей. Техническая сторона использования Google Forms не требует специальной подготовки. Достаточно иметь Google Аккаунт, где есть возможность создания вопросов для викторины и ее редактирования. Заходим в Аккаунт, нажимаем на диск «Создать», «Гугл формы», «Создать пустую форму». Вы можете выбрать способы ответов – один или несколько. Задания в опросе могут быть разными. Найди отличия, соответствия, выбери правильный вариант ответа. Активируйте после каждого вопроса кнопку «Обязательный вопрос», чтобы его не пропустили. Для того, чтобы отследить участников, в первую графу добавьте строку с фамилией, именем, отчеством учащегося, номером класса, контактной информацией для связи. Аналитику ответов вы можете получать сразу, как только участники пройдут викторину, ответив на все вопросы. Ответы участников отображаются во вкладке «Ответы». Вы можете скопировать их в Excel-формате, а можете воспользоваться графиками, которые формирует сама программа Google Forms. Сейчас среди молодежи наибольшую популярность набирает модифицированный формат викторин «Квиз». «Квиз» – это слово означает «соревнование», в ходе которого один или несколько участников отвечает на поставленные вопросы. Темы и степень сложности вопросов может быть разной. Мы предлагаем вам два способа проведения онлайн-квиза. Первый – это создание онлайн-квиза на платформе «Квизис». Данная платформа, в отличие от Google Forms, привлекает внимание своей визуальной составляющей и наличием элементов интерактивности, что позволяет превратить проверку знаний в увлекательную игру или создать тематическое состязание, приуроченное к любому празднику или мероприятию. Темы могут быть различными по степени сложности. В «Квизисе» вы можете также присоединиться к уже готовым квизам. Чтобы создать свой квиз, необходимо для начала зарегистрироваться на данной платформе. Для этого выбираем команду «Create your own quiz» – создайте. Далее сервис попросит указать название викторины. Теперь можно приступать к добавлению вопросов. Для каждого вопроса нужно добавить два-три варианта ответа. Изображения могут добавляться как в вопрос, так и в ответ. Также данная платформа позволяет добавлять аудио и видеофайлы в вопрос. В каждом вопросе можно поставить свое время выполнения или убрать его вовсе, чтобы дать ребенку возможность подумать и двигаться в своем темпе. После завершения составления вопросов вы выбираете галочками, какое наполнение квиза вам необходимо. Будут ли мемы, демонстрация отчета времени, бонусы, повтор вопроса, если на него не ответили. Викторину можно проводить как в режиме реального времени, тогда надо нажать на плейлиф. При таком режиме мониторинг ответов осуществляется сразу. Ведущий или учитель может сразу видеть, кто как отвечает и справляется с заданиями. Так и с выставлением периода времени и пройти викторину в режиме домашней работы – homework. При таком режиме результаты будут видны во вкладке My Reports – отчеты. Второй способ проведения квиза – это составление вопроса при использовании программ PowerPoint или Photoshop. Главное – сделать упор на визуальную составляющую и продумать оригинальность вопроса, чтобы вопрос был не в текстовом формате, а, например, был задан в виде ребуса, видео вопроса, аудиоперевертыша, шифрование названия сказок смайликами или предложить ребятам узнать героя по глазам, узнать по маленькому фрагменту названия картины и так далее. Самой яркой интерактивной формой, которая зарекомендовала себя в социальных сетях, является челлендж. Челлендж с английского испытания – жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет определенные задания на камеру и просит его повторить своего знакомого или неопределенное количество людей. Начиная с первых недель введения в марте дистанционного обучения, педагоги вместе с ребятами активно включались в новые формы, виды досуговой деятельности и проявляли свое творчество в таких челленджах, как «Мойте руки», «Карантиноведение», «Кино дома», «Стихи Победы» и «Песни Победы». Количество просмотров этих роликов превзошло все ожидания. Более пяти тысяч человек оценили творчество наших ребят, их родителей и педагогов. Именно с челленджа «Мойте руки» началась активная культурно-досуговая деятельность на странице отдела в социальной сети ВКонтакте с целью привлечения учащихся дворца к соблюдению правил гигиены и профилактики здорового образа жизни, в особенности в период начала пандемии. Снимать можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Главное, чтобы участники челленджа об этом договорились. И нужно было договориться, какой предмет можно передавать. В нашем случае это было мыло, символ чистоты. Нужно было строго соблюдать сторону передачи предмета справа налево или слева направо. Таким образом, действие одного участника переходит в действие другого участника. Формат челлендж мы использовали и в патриотическом воспитании. В прошлом году вся страна активно готовилась к празднованию 75-летия Победы. К 9 мая мы провели акцию «Стихи Победы 75» и гимн Победы. В акции «Стихи Победы 75» приняли участие театральные коллективы дворца. Педагогам от каждого объединения было выбрано произведение, которое учащийся читал по одной строчке. Чтение всей строки необходимо было снять на камеру и отправить организатору. Все части, каждая строка монтировались в единое видео с помощью программы «Адопт автоэффект» или «Премьер». Аналогичный челлендж повторил свой опыт и в исполнении гимна Победы. Заранее согласовывались участники, учащиеся вокальных хоровых студий дворца. Каждый участник должен был записать аудио и видео всей песни. Режиссер отбирал самые яркие части и монтировал в единое видео. Таким образом, дети, находясь в разных сторонах города и Ленинградской области, смогли под чутким руководством педагогов объединить свои творческие силы и выступить целыми коллективами. Лет 10-15 назад разделение между компьютерной игрой и кино было достаточно очевидным. То есть зритель всегда мог сказать, что перед ним компьютерная игра или фильм. С течением времени, с развитием технологий эти границы постепенно размываются. И сегодня компьютерные игры похожи на фильмы, а фильмы напоминают компьютерную игру. Зрители становятся не просто сторонними наблюдателями, но активными участниками происходящего на экране. Это и называется интерактивное кино. В 2020 году мы все столкнулись с дистанционным форматом предоставления образовательных услуг. И перед нами возникла задача создать такой контент, который сохранил бы вовлеченность участников, как если бы это происходило в офлайн формате. В доковидный период мы готовили новогодние представления для более чем 5000 детей, учащихся Выборгского района. И это всегда был спектакль с интерактивными игровыми моментами. Зрители участвовали в представлении, помогали героям, сопереживали им. Происходил живой обмен энергиями между всеми участниками этого действа. И чтобы сохранить этот интерактивный момент хотя бы отчасти, нами был разработан интерактивный онлайн-сериал «Новогодний детектив». Структура этого интерактива заключалась в том, что каждый выпуск заканчивался вопросом к зрителю. И далее, либо дается два варианта развития сюжетной линии, которую можно выбрать и большинством голосов определяется то или иное направление сюжета, либо предлагается выполнить задание, собрать электронный пазл, что-то придумать, нарисовать, решить задачку и так далее. Весь интерактив происходил в нашей группе СКД во ВКонтакте. Там же для голосования использовалась форма опросника, доступная в ВК. Также мы использовали гугл-формы и другие ресурсы. В каждой серии были спрятаны пасхалки в виде зверей и птиц, которые зрители должны были заметить и запомнить, чтобы в конце сериала прислать свои ответы организаторам. И первых трех, кто быстрее всех и правильно ответил, ждали именные новогодние поздравления от Дедушки Мороза и Снегурочки. Для съемок мы использовали два зеленых хромакея, которые были закреплены в актовом зале дворца. Светодиодный свет на камерный микрофон, камеру и несколько объективов. Сценарий был написан в течение полутора недель, но основная сложность заключалась в многовариативности сюжетной линии. Каждый вариант нужно было отснять, и чтобы некоторые серии, которые не выбирают зрителей, все-таки увидели, сюжеты пересекались друг с другом. В течение шести дней трансляции сериала его посмотрели почти 17 тысяч раз. И зрители не просто смотрели видео. Они сохраняли внимание, решали судьбу героев и были вовлечены в процесс, становились непосредственными участниками происходящего. Положительные отзывы от детей и родителей подтверждают то, что такая форма проведения мероприятия интересна и увлекательна для всех участников.